Всем привет! Мы пришли всей семьёй. Я, дочь, мама, муж идут. Пришли на гору искать грибы. Потому что был и грибной дождик тут недавно. И мы надеемся, что хотя бы на этой горе может быть... Осторожно, да чушь! Что хотя бы на этой горе может быть что-то и найдём. Это прям гора-гора. Выглядит вот так. Настоящая природа. Иду, иду, Ариус, иду. Здесь хорошо, здесь нет так много народу. Это не около моря, а в сторону Бенедорма. Это та гора, которая идёт до конца. Прямо аж до Бенедорма. Ты нашла тропинку, да? Ариусик, подожди, если мы по тропинке пойдём, мы никогда не найдём грибочки, любимая. Сейчас хотя бы свежий воздух. Не нужно маски одевать вообще. Благодаря, идём подальше туда. Там подальше, по-моему, были грибочки. Здесь не было, были там подальше немножко. Идём. На маме ручку. Да, на дороге. О, какая красота! Возьми в другую ручку корзиночку солнышко. Смотрите. Прыгай, прыгай. В общем, мы идём, и мы смотрим, что всё сухо. Обычно в это время вовсю, как горный козлик, надо прыгать. В общем, мы смотрим, что здесь вовсю раньше было мокренько, так влажненько были грибочки. Ручки, а сейчас... Держись, держись. Ручки, всегда руки. Смотрим там. Видите, как сухо. Ничего. О, там кто-то ходит, или там дома тоже. Здесь меньше гуляют с собаками, даже с лошадями ездят. Поэтому собачники сюда не ходят. Здесь хорошо, можно хоть с ребёнком нормально погулять. Вот даже там, где хвойные вот эти вот веточки, иголочки, всё сухо. Нам бы что в этом году вообще... Вообще, что ли, не будет грибов у нас, а? Не будет. У нас же дождей не было осенних. Ну, как не было, был же. Только вот что, буквально два дня назад. Просто покатывай, трус. Ну, что? Ну, что? Ну, июня. Мы идём с дочей. Горные кузлики. Как горные кузлики, да. Делай горного кузлика. Ты делай горного кузлика, а я за тобой пойду. Подожди, Арися, может там в низине этой что-нибудь будет? Да, попробуем, посмотрим. Потому что здесь аж пыль поднимается. Смотрите. Говорит, что здесь лучше, чем там. Арися, осторожно. Прыг, прыг. Там люди идут, мы сюда сейчас пойдём. Здесь в низине грибочки поищем. Да, Арюся? Посмотрим, как тут в низине делишки. Обычно в таких низинах бывает сейчас. У меня кого-то тут кто-то уже копал. У меня тут и зверюшки, наверное. Зверюшки. Прям аж хрустит под ногами, какое сухое. Не бывает, Арюсь, к нам, по-моему. В супермаркете. В супермаркете грибу есть. Аришки интересна собираться их. Аришки вздыхает видняшка. Нету, Арюсик. Видите, там чей-то домик в лесу. Грибов в лесу нету, любимка. Нету. Поговорить, хотим немножко погулять мы. Нету, нету. Нету вообще. Всё сухо, сухо, пересухо. Время не могу я проснуться. Эй, а тут один гриб сухой, смотрите. Сухой и сухой. Сиперо, это очень сухо, сухо. Мир, алло. Снежка, он прошлогодний. Да какой прошлогодний, мам? Он уже давно был из... Сиперо, я стану с пара, кухарла. Что, как вы видите, ничего нету у нас. Мам, я хочу в магазине купить. Кого? Грибы, кроме чемпиньонов. Грибы, кроме чемпиньонов? Что за грибы, кроме чемпиньонов? Какие? Лисики. Все там идут. Лисики там. Гуляем. Так, ещё нету их, Орюсь. Идём, идём. Не знаю, куда они идут, там тропинки нет, но пошли. Пошли. Продолжение следует. С ним нету, не знаю. Как вы видите, не знаю. Кого? Да. Продолжение следует... 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 с фаршем, в общем с чем только захотите можете делать этот гриб, их можно купить здесь круглый год совсем маленькие, вот такие вот побольше нарезанные, нашинкованные, как хотите с петрушкой, с луком рядом или без в общем полно-полно всяких вариаций это еще одни шампиньоны но они вот такие вот коричневые видите у них более сильный запах грибов, называется они шампиньон порто бело вот так вот он выглядит они очень сильно напоминают наши обычные лесные грибы такие как примерно по вкусу боровики подосиновики, в общем так их очень вкусно делать с картошечкой, с лучком, например жарить или в супчик добавлять такие вот, да и просто можно и для пиццы хорошо, в общем ко всему, ко всему плюс особенно вкусно поджарить с картошечкой, с лучком и в супчик вот они такие, их тоже можно купить здесь кстати круглый год у нас в Испании, они продаются в супермаркетах белые и коричневые шампиньоны обычные и порто бело и последний вариант это вот такие вот странные грибы в лесу, наверное я бы их обошла стороной но оказывается они съедобные грибочки эти называют а мама куда ты делала? сейчас мама принесет эту пачечку чтобы посмотреть название она просто их уже убрала пахнут они не очень, если честно но эти грибы имеют одну особенность у них очень похож вкус на мясо так а замечательно, то есть на упаковке написано у всех порто бело, шампиньоны а тут описано гриб и что? сета гриб новое слово сета гриб плеуротуса стриатус культивада замечательно в общем гриб вот он, знакомьтесь гриб без названия да страшно такой кушать слушай без названия в общем такой вот грибочек я их в принципе никогда не покупаю муж купил для дочи оказывается эти грибы очень вкусно делать обвалявшие их в яйце и в муке, да? в сухарях в яйце и в сухарях например или в яйце и в муке я сделала такую как панировку и зажарить их потому что надо их отваривать сразу отваривать значит надо предварительно вот мама говорит и тогда у них такой как вкус мясной немножко напоминает поэтому их очень хорошо именно обваливать а чтобы с картошкой или в суп они не очень идут то есть это как закуска такая зажаривать их можно вот такие вот грибочки у нас есть осенью у нас еще привозят лисички лисички привозят маслята привозят что у нас еще там привозят в общем много-много всего сейчас у нас вообще нету ничего потому что у нас нет дождя у нас дождей не было поэтому у нас есть только вот такие вот обычные еще есть такие на тонких палочках совсем-совсем маленькие грибочки наподобие китайских, японских этих вот азиатских всяких но нам их вкус не очень нравится мы не привыкли их кушать поэтому мы их не покупаем а берем обычно вот эти вот ну и попробуем в этот раз эти зажарить посмотрим как получится вот такой вот небольшой урок о грибочках у нас сегодня состоялся надеюсь вам было интересно и возвращаемся к нашему блогу в общем я пришла на кроватку села сюда потому что там шумно дочь еще не спит еще не ложится пришла в свой храм тишины и спокойствия кстати видите подушки сюда переложила вместе с этими моими которые были на кровати в принципе красиво а те которые были здесь они там в салоне для хэллоуина такая смена такая немножко имиджа такое что я хотела сказать мы попробовали пожарить эти грибы решили раз уж они у нас есть то надо их кушать правильно не нужно же чтобы они там и простаивали так вот мама их отбила как мясо представляете отбила молотком для мяса их и потом в яйце и в панировочных сухарях их сделала предварительно она их конечно же отварила ну а потом немножко поколошматила их и в яичко и в панировочные сухари пожарила они такие стали плоские вообще как лист бумаги пожарила их мы их попробовали в итоге пришли к выводу что нужно их довольно таки не просто там минуту варить а так сказать варить варить потому что они такие как будто бы волокнистые знаете вот как чистое мясо на вкус даже интересно но вряд ли мы их будем еще раз покупать мы их попробовали мы теперь знаем что эти годятся только вот для жарки для панировки как закуска такая но и то как-то мне нормально я их съела нормально но это правда что их тяжело оживать тяжело прожевывать они не тают во рту совсем не мягкие не нежные не слизкие ничего они просто очень тяжело жуются как резина а остальные вот эти порто бейло и шамбиньоны мы не готовили мы их прибегаем для нормальных блюд человеческих которые мы обычно готовим либо в супчик куда-то либо в какой-то рагу в запеканку овощную в духовку или так овощи куда-то на сковородке сделать на сковороде или для нашего любимого спагетти или макароны карбонара в общем соусом такое что-то дельное из них сделать чтобы использовать их для дела а эти мы пробовали сегодня но и нет так что вот такие вот у нас дела сейчас дочь скоро уже будет ложиться спать буду ее укладывать потому что уже пошел 10-й час 21.15 сейчас на часах вот буду ее немножко укладывать и потом сама уже лягу на диван так посмотрю в последний раз может какие новые комментарии появились от вас я пойду укладывать дочь надеюсь вам был интересен сегодняшний блог не забывайте ставить пальчики вверх подписываться на канал так и держать когда мы с вами дойдем до тысячи подписчиков я наверное сделаю розыгрыш и там 3 или 5 не знаю там посмотрим как это будет просто-напросто что-нибудь подарю сделаю какой-нибудь подарок как спасибо как благодарность моя вам за то что вы меня поддерживаете за то что мы вместе дошли до такой цифры так что спешите подписывайтесь как только будет тысяча подписчиков сделаю небольшой подарочек пока еще не буду говорить какой но я уже знаю что это будет примерно так поэтому я думаю что много кому это было бы приятно особенно знаю многие люди скучают по таким вещам из Испании поэтому это будут типичные испанские вещи не буду говорить продукт или это или что это но это типичные вещи отсюда из Испании поэтому я подготовлю например какую-нибудь корзиночку подарочную куда все красиво упакую сложу и как будто бы такой большой скажем так сувенир из Испании будет так что вот так но пока нас еще только 161 потому что долгий путь предстоит но я уверена что мы его вместе достигнем всем приятного вечера и заранее спокойной ночи увидимся с вами завтра всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok